итак хочу показать как можно почистить теплообменник колонки газовой. чистится будет с помощью вот такой станции специальной для постоянной циркуляции. значит причина не зажигается колонка или зажигается но редко через раз. слабый проток если посмотреть на какой-то напор то потихонечку бежит вода. вот так бежит холодная и вот так бежит горячая. ну и из-за того что слабый проток из-за этого не включается. но иногда бывает включается. значит будем чистить. сначала разбираем. снимаем крышку. это колонка вайланд. для того чтобы снять нужно вот эту гаечку открутить и крышка просто снимается на себя. приступаем. я буду стараться показать все нюансы. для начала снимаем крышку и определяемся. здесь два рукава. это вход холодной воды. в какую сторону в ту сторону или в ту сторону гонять в принципе без разницы. как будет удобно подключить шланги. ну здесь вот вход полдюймовый. здесь с этой стороны точно такой же выход. нужно снять патрубки эти для того чтобы не мешали. ну что еще нужно сделать. закрыть воду. это важно. иначе будет шаровать вода. теперь откручиваем патрубки и на вход подключаем выход из нашей станции очистки. сюда я подсоединю на вход. а на выход тоже просто обыкновенную шлангочку. на выход из теплообменника. значит я прикручиваю шлангочку и просто назад в обратку в бак будет сливаться жидкость. буду чистить ортофосфорной кислотой. концентрация 1 к 10. приступаем. разбираю. итак я подключил станцию. сейчас она уже качает. выход со станции сначала в холодную. попытался я уже три раза менял. так сильно забито что вообще никакого протока. что-то пшикнет и сразу перестает. менял местами потом опять сюда сюда вход отсюда выход. потом сюда три раза поменял местами и в принципе что-то начало течь. таким образом оставляем. еще раз хочу показать что выход из станции этот шланг переходит в резьбовой и вот на вход в теплообменник. проходит через теплообменник и выходит на обыкновенную шлангочку. назад возвращается в емкость и таким образом был абсолютно полностью прозрачный распор. сейчас там есть какой-то мусор, есть прозринение от меди. ну и оставляем на несколько часов. таким образом, как видите, вот сейчас такая протечка. вообще когда на свободную, не через теплообменник, тут шпиль такой напор сантиметров на 30 бьет. ну а так он еле-еле протекает. посмотрим, как он будет увеличиваться. в зависимости от чистки оставляем на время. пусть себе вот так это выглядит целым. пусть себе теперь чистит. я хочу показать, что прошло 10 минут и напор уже появился. еще не такой, как я хотел. еще, может быть, нужно все намного дольше проводить. но суть в чем, что он появился. выглядит хорошо. ну а вот так продолжается выглядеть. все увеличивается и увеличивается.